Так получилось, что с Первой мировой войны из-за своего географического положения Америка реально взяла под контроль мир, потом посадили фу на доллар. Американцы чистые бизнесмены. Помните, да? Ничего личного. Бизнес. Это великая фраза. Им наплевать на всех остальных. Они не испытывают к нам никакой ненависти. Они просто делают бабки. Пока во всем мире дерьмо, у них есть деньги. В Америке ничего не меняется от кризиса к кризису. Ну, чуть больше увольнений, чуть меньше увольнений. Того, что было в 30-е годы, больше не повторялось и не повторится, пока не держат мир. Поэтому их задача крутить всем миром. Чем больше конфликтов, войн, чем больше нестабильности, чем меньше противников. А на данный момент через Украину должна принадлежа прийти к Белоруссии, после Белоруссии к России, а после России к Китаю. И после этого не останется ни одной страны, которая способна вам сказать против них что-либо. Это в стремлении к однополярному миру. Ничего личного, еще раз говорю, они к нам относятся никак. Они нас не знают, они знают только себя. Поэтому я думаю, что поставка летального оружия на Украину – это попытка возобновить этот конфликт и его усилить. Но только у меня один вопрос. Где они и где мы с Украиной? Если нас связывают несколько столетий взаимной истории, и, в принципе, генетически мы один народ, мы разные, так скажем, языковые, может быть, отчасти, ну, как и под видом. Но генетически мы, белорус, русский, украинец, попробуйте распили, достаньте гены, мы одинаковые, разницы никакой нет. То, что здесь делают американцы, я не очень могу понять. А летальное оружие, ну что ж, они всегда прикрывались диктатурой совести, там, да, свобода. Все страны, в которых произошли революции, полный бардак и развал. Катастрофа. Катастрофа. А Европа мне жалко, потому что гордая, сильная Европа, которая когда-то была самостийной, она теперь тихо, скромно выполняет все условия. Я думаю, что Европа, вот, кстати, если Европа вдруг решит, уйти, если им станет очень плохо, так же трудно, как нам, они это действительно почувствуют, то, возможно, они сообразят. Вообще, в мире должно быть как минимум два, а лучше три-четыре полюса. Тогда есть шансы. Люди такие, они стадные чувства. Если один сильный, он начинает подавлять всех остальных. А когда четыре независимых, три игрока, мозги становятся на место.